Не знаю почему, это было немножко страшно. Зубки. Сколько секунд прошло? Нет, 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 нет. Привет, красотка! Давно у нас не было на канале макияжа, поэтому нужно это срочно исправлять, тем более что лето. Да. Сегодня мне будет помогать в макияже вот такая коробка, очень летняя, очень красивая. Посмотрите, здесь пальмы. У меня, кстати, тоже здесь пальмы есть. Это коллаборация Марисен и Марии Вэй. Получается, под редакцией, или как так говорится, под производством Марии Вэй Бокс, выпускается именная коробочка Марисен. Ну, короче говоря, я думала, вы понимаете, наполнение полностью придумывала Марисен. И здесь очень много летних прикольных штучек. Это вот не то, о чем я говорю. Посмотрите, какая яркая коробочка внутри. В общем, все для создания яркого летнего образа. Я увидела вот такие милые носки. Это, конечно, никак не относится к косметике, но неважно. Что больше всего мне понравилось в этих носочках, это зубки. Знаете, то, что я зубами занимаюсь в последний год очень усиленно, очень усердно. Они, на самом деле, не очень примечательные. То есть, можно не заметить, что это именно вот форма зубика. Прям для меня как будто бы очень классные высокие носочки. Несмотря на то, что сейчас тепло, дома я всегда хожу в носках. Конечно же, записочка от Марисен с фразой «Нет ничего невозможного, с чем я, безусловно, полностью согласна». Ну и начнем мы с вами, знаете, с чего? С того, что я очень люблю. Это всякие масочки, особенно вот такие масочки. Это черная маска, которая освобождает и очищает наши поры. Нужно, чтобы лицо было абсолютно без макияжа, как сейчас мое. И более того, оно должно быть увлажнено именно в области носа. Ну, то есть, туда, куда будет наноситься вот эта вот штучка. Я очень люблю черные маски. Я очень люблю потом их, короче, вот так разглядывать и смотреть, что у меня вышло, что не вышло. На самом деле, обычно у меня выходит не так много всяких штук. Чтобы не бегать в ванну, я взяла с собой вот такую вот очищающую барышку от Ифрашена. Очень классная, очень удобная, когда нужно что-то быстро смыть. На моем лице еще есть крем утренний, и крема тоже быть не должно. И я должна увлажнить вот эту область. То есть, прям намочить ее хорошо. Как-то вот так вот, типа, или наоборот, вот так. Наверное, вот так, да? Ну, давайте попробуем. Короче, я не знаю, так ли я все сделала, но мне нечем дышать. Наверное, так быть не должно. Она должна посидеть 10 минут на моем лице. О, я реально не могу дышать, потому что она закрыла мне нос, так хорошо. Ждем. Прошло 10-12 минут. Я все это время не дышала носом, и он стал такой жесткий, кто он. Ну, вот эта вот штучка. Нужно это делать медленно, как написано. Нет, 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 пожалуйста, слеза, слеза течет. Девочки, это так больно. Ну, так всегда с такими масками. Нет, пожалуйста. Ах, я заплакала. Что это такое? Я похожа на собачку, которая в грязь мордой упала. Я увидела одну пору! О, я увидела много пор. Я даже не знаю, нужно ли вам это показывать. Короче, на всякий случай сейчас предупрежу всех слабонервных, там, ранимых ребят. Ну, вот вы понимаете, вот это вот беременных. Отойти от экрана. Я не знаю, видно вам или нет, но тут торчит пора. В общем, я уже сходила, смыла эту штучку. Сейчас увлажняю эту область кремом. Сказать то, что мой нос стал до неузнаваемости чистым от черных точек, это нет. Но, кстати, я впервые увидела, что после черной маски прям вот так вот сильно пора досталась одна. То есть она прям вышла. Это было немножко страшно. Кстати, напишите, пожалуйста, кто пробовал, работала ли у вас черная маска, действительно ли очищались поры. Ну, а мы перейдем к следующему продукту. И здесь у нас такой флюид тональный. Такой легонький на самом деле. Для лета отлично, мне кажется. Он слегка подстраивается под ваш цвет кожи, потому что мне сначала показалось, он прям сильно темный. Но сейчас вижу то, что он дает небольшую такую бронзовость. Но, в принципе, выглядит довольно-таки естественно. И давайте добавим немножко сияния. Здесь у нас такое средство. Это такой иллюминайзер в каплях. Я добавила две капельки сюда, вы видите. И растушевываю. Растушевывается он аккуратненько так. То есть вот этот цвет насыщенный, который мы видим в баночке, это, слава богу, не тот цвет, который мы видим на лице. Давайте то же самое здесь сделаем. И на носике. И можно немного здесь, здесь. Также здесь есть еще вот такая палетка. Она заключается в себе контуринг. Мы можем сейчас сделать контуринг. Смешиваем вот эти вот цвета. И посмотрите, какая красота здесь также есть. Это бейби липс. Это средство для губ и для щек. Вот в таком вот удобном стике. То есть можно сразу же наносить. Не беспокойтесь, я растушую, я растушую. Все хорошо. Вот уже такой сочный, яркий макияж. Остались брови, остались ресницы. И всякая приколюшка в виде переводных татуировок, в виде спрея для волос. И для бровей здесь есть палетка Odiva. Здесь есть два цвета. На самом деле, один из них будет вам точно не нужен. Потому что либо у вас темные брови, либо у вас брови посветлее. И второй оттенок фактически будет просто, ну, не нужен. Добавляю немного цвета. Тут есть аппликатор, это очень удобно. Я буквально слегка подчеркнула свои брови, чтобы они просто были заметны. И тушь здесь от Vivienne Sabo. Называется Le Denim. Вот такая щеточка. У меня сейчас нарощенные верхние ресницы, поэтому я прокрашу нижние. Мне нравится то, что она не берет много средств за раз. Потому что обычно вот только ты достаешь, и здесь просто, я не знаю, средства на 100 применений, наверное. И ты вот так вот все это убираешь, убираешь. А здесь как будто бы она такая чистенькая. Поэтому очень аккуратно получается нарисовать с первого раза. Вот такой вот летний у нас влажный макияжик получился, я бы сказала. Потому что пудры, как таковой, мы не наносили. Каких-то сухих прям средств немного. Все такое сияющее, все влажное. Переводные татухи. Кожа должна быть чистой. Блин. Ну, я думаю, что мне это получится сделать и на накрашенную кожу, как вы думаете. Что бы вы выбрали отсюда? Мне хочется чего-нибудь такого минималистичного. Как вы знаете, я люблю все простое такое, лаконичное. Единственное, что сюда подходит, мне кажется, это сердечко. Просто вот такое вот обычное сердечко. Я вырезала бумажку, не снимая пленку. Интересно, лучше сюда или сюда? Какая вообще разница? Давайте лучше сюда. Не знаю почему. Итак, я приклеила. Взяла мокрую штучку и жду 20 секунд. Смотрите, немного пропечатывается сердечко, видите? Я сейчас говорю немножко странно, потому что я боюсь, что если я буду улыбаться или что-то делать, то она отвалится. Сколько секунд прошло? Мне кажется, прошло уже 20 секунд. Давайте убирать. Как мило. Она такая четкая, она такая классная. Знаете, в моем детстве такого не было. Давайте пробовать еще одну интересную штуку. Мне тут положили две такие коробочки. Колориста. Одна для блонда, другая для шотена. У меня сейчас скорее шотен. Поэтому я это убираю. Здесь розовый цвет. Ну и хорошо. Я розовый на волосах что-то не очень как-то. А здесь фиолетовый. Сливовый даже. Сказано, что не пачкает. И это красящее желе. Это не спрей. Я перепутала. Извините, пожалуйста. На самом деле, по описанию все должно быть просто. То есть нужно нанести на желе. Нет. Нанести желе на волосы. Не для всей массы, конечно, это подходит. А именно для прядей. Например, возьмем вот такую прядь. Перчатки не нужны. То есть это все не пачкается. Я не знаю как. Короче, запачкала обе руки. Ладно. Я хотела одну не пачкать. И вот так вот сделать. И это должно высохнуть. И остаться буквально до следующего мытья волос. Давайте еще вот здесь поэкспериментируем. Самое главное, что это очень легко. Потому что я никогда не красила дома волосы. Для меня это все как-то тяжело. Я боюсь все время что-то испортить. Боюсь, что что-то произойдет. Я, короче, приноровилась. Сначала вот так вот распределяете на руках. По рукам. А затем переносите на пряди. Хорошенько так переносите. Прям вот так вот. Чтобы все-все пропиталось. Каждая волосиночка. Сколько прядей я уже сделала? Штучек пять, наверное. В общем-то. Все я смыла, все расчесала. На самом деле, если это делать нормально. То есть, типа, сзади разделить на несколько прядей. Чтобы кто-то вам это делал, а не вы сами. То, мне кажется, можно получить наиболее эффектный эффект. Вы понимаете? Ради эксперимента прикольно. Но каждый день, конечно, я так ходить не буду. Хорошо, что есть возможность просто попробовать и смыть. Ну что ж, красотка. Наш макияж подошел к концу. Конечно, в коробочке были еще средства для волос. Были резинки Invisibubble. Такой получился яркий, свежий, влажный макияж с яркими акцентами в виде сердечки. Сердечка, татуировки. И в виде ярких волос. Ну что ж, у нас видео-вопрос из Инстаграма, красотка. Привет, Саша. И у меня к тебе вопрос. Кто вдохновил или что вдохновило стать тебе видеоблогером? Конечно, вопрос немножечко не набьете тематику, но относительно. Спасибо за вопрос, Даша. У меня никогда в жизни такого не было, что мне нужен какой-то вдохновитель. У меня произошло так. Мне хотелось, я сделала. Я абсолютно не знала, что такое YouTube. Абсолютно не знала, как монтировать. Абсолютно не знала, что вообще снимать. На какую тему. Как выставлять свет. Что вообще такое свет, да? В мое самое первое видео я встала напротив света. То есть, понимаете? Доброго времени суток, мои дорогие будущие зрители. Я даже просто не проверила, типа, ну где освещение получше хотя бы. Где тени не падают на мое лицо максимально. Нет. Я решила не заморачиваться. У меня настолько горело желание, в моем случае настолько мне хотелось просто уже что-то выложить, что-то делать, потому что чувствовала, что это мое. И вот когда ты чувствуешь этот заряд, он сам тобой движет. То есть, тебе не нужна никакая мотивация. Если тебе нужна мотивация для любимого дела, это не может быть твоим любимым делом. Тебе же никто не мотивирует, чтобы съесть там клубнику или черешню, потому что тебе нравятся эти ягоды, и ты просто идешь и ешь их. А, допустим, чтобы съесть брокколи или чтобы съесть какую-нибудь полезную нынечку снойду, тебе, может быть, и нужна мотивация. Ты будешь думать, так, нужно питаться правильно, чтобы быть красоткой, чтобы быть здоровой. И вот это называется мотивация. Если вы, допустим, не знаете еще чем заниматься, это нормально, там, если вы еще в школе учитесь, даже если вы в университете уже учитесь. Это вполне нормально. Люди многие только там 80 лет понимают, что оказывается, они хотели стать художниками. Просто пробуйте больше разных интересов, разных хобби, может быть, где-то вас что-то зацепит, и вам захочется развиваться в этом направлении. Но не сидите на месте, не думайте, что вот если вы однажды пробовали рисовать, у вас не получилось, то все, вы к творчеству просто никак не имеете отношения. Нет, человек может кайф получать и от того, что он там столы делает, от того, что торты печет, от того, что дизайнерские работы выполняет, то, что людям помогает. В общем, настолько много, на самом деле, увлечений, настолько много интересов, настолько много сфер жизни, что, я думаю, для каждого человека найдется свое любимое, и просто нужно пробовать, пробовать, пробовать. И, наконец, когда поймешь, что это твое, так вцепиться и делать, делать, делать. Без задачи, без прибыли первое время, это вполне нормально, но потом вам придется полна. И, кстати, если ты хочешь попасть в мое видео, точно так же задавай мне видео-вопрос в Инстаграм, здесь будет сейчас мой ник, и я отвечу на твой вопрос обязательно. Ну, а мы с вами, красотки, будем прощаться, я вас очень сильно люблю, и улыбайтесь чаще. Пока-пока.